На календаре понедельник, 6 октября, информационная служба канала РТВ продолжает свою работу с международными новостями. К этому часу вас ознакомлю я, Сергей Кения. Здравствуйте. Сейчас в мире. В стабильную Кадыровскую Чечню вернулись теракты. В Северокавказской республике расследуют взрыв, прогремевший накануне вечером в центре Грозного. Инцидент произошел в день города и по совместительству в день рождения главы республики Рамзана Кадырова перед началом праздничного концерта. Дежурившие у металлодетекторов полицейские заметили подозрительного мужчину. При досмотре он совершил самоподрыв. Пятеро правоохранителей погибли. Более 10 человек получили ранения. В больнице остается 11 пострадавших. Все в удовлетворительном состоянии. После взрыва Кадыров заявил, что ситуация в Чечне остается стабильной и полностью контролируется силовиками. Юбиляр также пообещал уничтожить тех, кто попытается нарушить мир в республике. У людей хорошее настроение, праздничное настроение. Танцевали, веселились, спели. Ну, шайтанам это не нравится. Вот они подготовились, хотели, так сказать, испортить нам праздник. Ну, благодаря нашим сотрудникам полиции был предотвращен теракт. Ну, все по воле Всевышнего. Наши сотрудники есть погибшие, раненые. Я думаю, что в ближайшем будущем мы уничтожим тех людей, которые стоят за этим терактом. Исламистские радикалы тем временем подбираются все ближе к границам России. Знаменитая группировка «Исламское государство», действующая в Сирии и Ираке, может распространить свое влияние на постсоветское пространство. Как сообщают источники в МВД Узбекистана, глава местных экстремистов Усмон Гази заявила о присоединении к этой террористической организации. Правоохранители якобы обладают оперативной видео- и аудиоинформацией об участии исламского движения Узбекистана в совместных с ближневосточными джихадистами военных действиях. Сирийские повстанцы захватили совместный российско-сирийский центр радиотехнической разведки. Стратегический объект расположен близ города Дераа на юге страны, недалеко от демаркационной линии с Израилем. Центр «С» использовался совместно в интересах Министерства обороны России и Сирии, но был оставлен российским личным составом еще в начале гражданской войны в Арабской республике. Сирийская свободная армия, бойцы которой захватили объект, является одной из крупнейших повстанческих группировок и, в отличие от радикальных движений, рассматривается как умеренная светская часть оппозиции. Оппозиция одерживает победу на парламентских выборах в Болгарии. По предварительным данным, оппозиционная консервативная партия ГЕРБ, граждане за европейское развитие Болгарии, набирает более 30% голосов, хотя этого и недостаточно для формирования правительства. На втором месте с 16% оказалась правящая болгарская социалистическая партия. Всего в Народное собрание проходят 8 политических движений. Теперь им предстоят переговоры о создании коалиции. Самые высокие шансы, естественно, у партии граждане за европейское развитие Болгарии. Кстати, возглавляющий ее экс-премьер Бойко Борисов ранее заявлял, что в случае избрания на пост главы правительства свой первый визит он совершит в Россию. Встретимся во втором туре. Бразилия не смогла выбрать президента с первого раза. На всеобщих выборах, прошедших накануне, больше всего голосов набрали два кандидата. Действующая глава государства Дилма Русеф, которую поддержал приблизительно 41% проголосовавших, и бывший сенатор Айсю Невис, заручившийся поддержкой около 34% избирателей. Им и предстоит решающее сражение за кресло главы государства 26 октября. Нина Шамуги анализировала шансы фаворитов. Фаворит, но не победитель. Действующий президент Бразилии с амбициями на второй срок вышла во второй тур. Дилма Русеф, не получившая поддержки большинства бразильцев, руки не опускает. Настоящая борьба для экс-коммунистки, подпольщицы и политзаключенной начинается именно сейчас. Житейский опыт подсказывает Русеф. Она одержит победу. У меня очень простое послание. Послание о том, что мне необходимо двигаться вперед. О том, что мне нужно продолжать сражение бок о бок с теми, кто голосовал за будущее Бразилии. Борьба продолжается. И эта борьба, без сомнения, еще раз принесет нам победу, поскольку эта борьба – борьба бразильского народа. Большинство опросов общественного мнения свидетельствуют о том, что эти надежды небезосновательны. Рейтинги Русеф достаточно высоки. За время ее президентства безработица сократилась, вырос средний класс. А бедное население Бразилии стало жить лучше. Также Русеф доказала, что она лидер, который умеет слушать. С другой стороны, невозможно не прислушаться критике оппозиции, которая имеет под собой вполне конкретные основания. Противники власти, прежде всего, указывают на то, что развитие национальной экономики в последнее время существенно замедлилось. А проблемы здравоохранения и образования и вовсе выпали из поля зрения действующего президента. Потому второй результат оппозиционного кандидата, социал-демократа АСЮ Невиса, вполне логичен. Это победа тех, кто желает перемен. Оппозиционные кандидаты вместе получили большинство. Настало время объединить наши силы. Мы будем продолжать борьбу, чтобы выиграть выборы во втором туре и чтобы дать Бразилии достойную и эффективную власть. Невис сразу же раскрыл тактику второго раунда. Он намерен объединить свои усилия с Мариной Силовой, кандидатом, занявшим третье место по числу набранных голосов в первом туре. Если бывший министр экологии решит поддержать оппозиционера Невиса, и проголосовавшие за нее 21% избирателей отдадут свои голоса именно ему, то Бразилию вполне может возглавить правоцентрист. Нина Шамугия, РТВАИ Жители Гаити с противоречивыми чувствами прощаются с бывшим президентом Жаном Клодом Дювалье, известным также как Бэби Док. 63-летний политик умер от сердечного приступа в минувшую субботу. Дювалье занял пост главы государства в 1971 году, когда ему было всего 19 лет, сменив в этой должности своего скончавшегося отца. Но в 1986-м, провозгласивший себя пожизненным президентом Бэби Док, был свергнут. Диктатор бежал из страны и смог вернуться на родину только через 25 лет. В последние годы он находился под следствием по обвинениям в коррупции и преступлениях против человечности. По данным правозащитников, за годы президентства Дювалье были убиты тысячи людей. Что ж, на этом пока все. О развитии событий в следующем выпуске я не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok